Российские власти хотят запустить государственную криптобиржу. Кто сможет пользоваться этой криптоплатформой? В чем опять обвиняется крупнейшая криптобиржа мира Binance и ее основатель Чан Пан Джао? Когда будет запущен Hard Fork Chang для сети Cardano? Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске Bits Media. В конце года в России появится национальная криптобиржа, контролируемая Министерством финансов и Центробанком. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас, по его словам, правительство прорабатывает юридические аспекты допуска участников крипторынка на криптобиржу. Старший аналитик платформы bestchange.ru Никита Зубарев заявил, что появление квази-государственной криптобиржи ухудшит работу других торговых и обменных площадок, приведя к их полному запрету. Многие криптообменники уйдут в тень, но не прекратят работу полностью, считает Зубарев. Криптоэксперт Таисия Романова предположила, что площадки для обмена криптовалют будут работать в России так же, как в Беларуси, по лицензии некой единой госструктуры. Хорошо хоть не запрещена реклама обучающих материалов и мероприятий, а также предложения по консультированию, порадовалась Таисия Романова. А вот участник экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют Михаил Успенский уверен, что доступ к государственной криптобирже будет доступен лишь крупным компаниям-экспортерам и импортерам. Малый и средний бизнес, тем более физлица, вряд ли смогут получить доступ к бирже. По словам Успенского, государственная криптобиржа способна испортить жизнь участникам сделок и владельцам криптовалют. Если станет известно, что криптовалюта куплена на российской госбирже, все транзакции можно будет пометить как подозрительные. Депутат Госдумы Антон Горелкин согласился, что все цифровые активы, связанные с российским государством, автоматически попадут под международные санкции. Учитывая возможности блокчейна, сохранить конфиденциальность будет непросто. По данным CryptoQuant, объем биткоинов на внебиржевых площадках достиг 368 тысяч монет, что стало максимумом с июня 2022 года. Это говорит о высокой активности майнеров, готовых продать биткоины. Между тем, общий спрос на покупку биткоинов снижается. Аналитики объяснили это сокращением закупки монет американскими спотовыми ETF. Если в марте фонды закупали в среднем по 12 тысяч биткоинов за день, то сейчас показатель снизился до 1300 монет. Против крупнейшей криптобиржи мира Binance и ее бывшего гендиректора Чэн Пэна Джао подан новый коллективный иск в США. Истцы утверждают, что их криптовалюты украли хакеры и перевели на Binance, но биржа не смогла предотвратить отмывание денег. Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон объявил, что первая фаза хардфорка Чанг должна быть запущена в основной сети 27 августа. Чанг должен внедрить передовые механизмы управления и позволить держателям ада голосовать за предложение о будущем сообщества. Хоскинсон также предложил белым хакерам 1 миллион долларов, если до конца года те успеют взломать криптокошелек LacePaperWallet. Верховно-народный суд и Верховно-народная прокуратура Китая признали транзакции с виртуальными активами отмыванием денег. Эти транзакции утаивают источник доходов, полученных от преступлений, поэтому нарушителям грозит штраф и тюремный срок до 10 лет. По данным издания The Block, Чикагская биржа опционов отказалась регистрировать формы компании OneEk и 21Shares, желающих запустить ETF на Solana. Это произошло после переговоров с комиссией по ценным бумагам и биржам США, назвавшей Solana ценной бумагой. Всем спасибо за просмотр! Ставьте лайк этому видео! Будем рады вашим комментариям и отзывам по нашей работе! До новых встреч!